Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас ко второй главе послания апостола Петра, первого послания апостола Петра. В этом послании апостол обращается к христианам, которые совсем недавно стали христианами, а оказались в эпицентре, в одном из эпицентров гонений на христиан, отвержения преследований уголовных в первую очередь, которые постепенно распространялись по всему древнему миру, где только были христиане. Вот обращаясь к этим людям, многих из которых Петр, вероятно, знает лично, он пытается предложить им, во-первых, взгляд на эту всю ситуацию, как к этому относиться, а во-вторых, некоторую парадигму того, как христианам следует поступать в этих обстоятельствах, что по-настоящему важно с точки зрения апостола Петра. И вот, собственно, эта часть послания начинается с 4 стиха 2 главы, потому что первые три случайно попали во вторую, а на самом деле должны быть последними стихами 1 главы. Итак, апостол пишет о Господе Иисусе Христе, как о том, кто является основанием вообще всего здания спасения, всего здания веры, всего здания общины христиан по всему лицу земли. И, конечно, он подразумевает при этом где-то в голове еврейское слово «кахал», обычно переводимое на греческий как синагогу, собрание людей, которые предстоят лицу Божьему. И вот он говорит о Господе Иисусе Христе, как о камне живом. И тут же почти сразу цитирует слова псалма «камень, который отвергли строители, сделался главой угла», и слова о камне краеугольном, всего неизбранном и драгоценном. Собственно, вот все эти выражения, которые приводит здесь апостол, как раз говорят о том, что именно Иисус и есть то, на чем все строится. Заметим, что это, если хотите, важное содержательное утверждение, вовсе не просто поэзия, потому что Петр имеет в виду, что если не Иисус тот живой камень, на который краеугольный, на котором все строится, если этот камень отвергнуть, то все развалится, то все развалится. Здесь и дальше в послании Петр, может быть, не слишком целенаправленно, но, тем не менее, держит где-то на краю сознания своего и читателя представление о том, чем же на самом деле является христианская община, и кому, как ни Петру, который был нравственным лидером, не предводителем вовсе, а именно нравственным лидером, авторитетным для христиан того времени, и кому, как ни ему об этом думать. Вот первое, что говорит Петр, Иисус и есть тот фундамент, фундамент, на котором все строится в нашей общине. А далее он говорит о христианах, о своих читателях, своих адресатах, «Вы, приступая к нему, камню живому, сами, как живые камни, строите из себя дом духовный». Удивительное, потрясающее, на самом деле, очень важное и полезное видение Петром того, кто же мы такие, кто такие христиане, потому что с течением времени, прошедшего после написания этого письма, постепенно и, честно сказать, довольно быстро. Конечно, Церковь Христова превратилась в дом ритуальных услуг, такой комбинат религиозно-бытового обслуживания, который должен существовать как-то там сам, в который люди приходят, чтобы удовлетворить, как при советской власти говорили, свои религиозные нужды или потребности. Хочешь – придешь, не хочешь – не придешь. Хочешь – там отпевание закажешь, а крестить не будешь или наоборот. Да, вот это довольно типичное представление отнюдь не только в любезном нашем Отечестве, а и по всему христианскому миру. Церковь – что-то такое, что должно существовать, удовлетворять мнением тех или иных людей. Да, ну а, соответственно, люди, если у них вдруг возникнут религиозные потребности, ну, должны иметь возможность за сходную плату эти потребности удовлетворить. Вот это, в общем, картина, которую видят современные люди, причем не только внешние, но и христиане очень часто тоже. Апостол говорит совершенно о другом. Говорит, вот из вас, вы из себя, как живые камни, стройте этот дом духовный. Представляете себе, если кирпич, один из кирпичей, из которых построено церковное здание, в какой-то момент скажет, что-то мне сегодня не хочется, не пойду, а останусь дома. Или там, я не готов, не очистился, не допереупастился, прочее-прочее. Кирпичи никто не спрашивает, насколько они хорошо подготовились к тому, чтобы выполнять свою кирпическую функцию. Если они на месте, значит, дом стоит. Если нет, дом разрушился, его просто нет. Вот это, на самом деле, понимаете, отношение к себе и церкви, которое современному христиану абсолютно необходимо вспомнить и которому научиться. Чрезвычайно важное выражение апостола Петра. Чрезвычайно важное. У тебя, на тебе в первую очередь ответственность в том, чтобы действительно быть одним из тех камней, из которых церковь строится. И далеко не единственным, что тоже, на самом деле, очень важно заметить. Это дом Бога, который мы строим из себя и который для нас тоже становится нашим домом, а вовсе не бизнес-проект, направленный для зарабатывания денег за счет удовлетворения религиозных нужд. Я понимаю, что это довольно цинично звучит по нынешним временам, но, тем не менее, понимаете, альтернатива вот такая. Альтернатива вот такая. Я думаю, что нет необходимости говорить, что прав, конечно, Петр. Дальше он пишет то же самое о христианах, которые как живые камни устрояют из себя дом духовный. Вы – свящество святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. То есть речь именно идет о том, что христиане, из которых строится дом Божий, это люди, которые призваны служить Богу, приносить духовные жертвы Иисусом Христом. Речь идет о том, что в собрании нас, христиан, когда мы не ради удовлетворения своих личных частных потребностей приходим, а ради того, чтобы быть вместе во Христе, вот действительно в этом случае совершается таинство Господа Иисуса Христа, таинство искупления кровью Христовой, которую Петр называет жертвой Иисусом Христом. И он добавляет, что, собственно, тайна веры заключается в том, что вот эта жертва Христова для верующих – драгоценность, а для неверующих – камень соблазна. И вот еще раз, снова обращаясь к христианам, он говорит, «Вы – род избранный, род избранный, царственное священство, народ святой». Надо сказать, что эта фраза, девятый стих второй главы, вызывала очень оживленные, а порой и ожесточенные дискуссии среди христиан самых разных времен и самых разных поколений, вовсе не только недавних десятилетий. Ну, потому что, с одной стороны, обращение Петра к христианам, «Вы – род избранный», понятно, да, избрание, как это нередко библейские тексты определяют, это, собственно, отклик на призвание. Избранным Библия называет того, кто отозвался на Божье призвание. Вот вы – род избранный. И Петр говорит, царственное священство. Почему он называет этих людей священством? Среди них едва ли был кто-то из левитского священства, надо сказать. А вообще община христиан того времени вовсе не предполагала быть чем-то похожим на священство, на вот это вот израильское иерархическое духовенство и жизнь свою, в общем, мало соотносило с богослужебной жизнью Иерусалимского храма. Поэтому, на самом деле, мысли Петра здесь довольно оригинальные. Так что он имеет в виду? Он говорит о том, что именно когда эти живые камни, собираясь вместе, составляют Дом Божий, составляют общины учеников Христа, именно здесь, в этом единстве, в этом единстве, основанном на Господе Иисусе Христе, как на фундаменте, совершается вот эта тайна спасения, тайна соединения Бога с людьми. И та самая тайна и то самое соединение, ради которого вообще затевалась вся история, начиная с, наверное, Авраама, и уж тем более вся история, связанная с Иерусалимскими храмами первым и вторым. Вот это чрезвычайно важно. Он говорит, это именно те люди, та община, благодаря которым и совершается тайна встречи с Богом. Вот почему он называет всех адресатов своих писем царственным священством. Ну, конечно же, в некоторой, по крайней мере, исторической эпохе находились христиане, которые делали эту фразу лозунгом своего антиклирикализма. Потому что всегда, когда клирикализм доходит до каких-то неразумных степеней, и когда христиане начинают врать себе, что это определенные люди в определенной спецодежде совершают таинство, а мы тут только зрители и потребители, это, поскольку это вранье, соответственно, это не может не вызвать определенной реакции качания маятников в другую сторону. Поэтому обязательно, когда нарастает клирикализм, появляются люди, которые говорят, «Стоп, вообще-то мы все царственное священство». И на самом деле совершает таинство вовсе не какой-то там специально поставленный им дядечка, а вся община учеников Христовых. Что, судя по тексту апостола Петра, чистая правда. Но у этой фразы есть еще вторая часть. Он говорит, «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». То есть он апеллирует к словам Бога, «Вы будете моим народом, я буду вашим Богом». И к еще некоторым другим ветхозаветным фактам. И вот для чего, для чего Бог призывает этот народ? Вот апостол Петр пишет, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И вот это очень здорово и очень важно. Он говорит о том, что дело не в том, кто чего совершает. Да, и вот это подобие со священством, вообще подобие святкозаветным каким-то иерусалимским храмом – это хромое, хромлющее подобие. Так, только достаточно бледная вещь. А важно, думает в этом месте апостол, важно, что нас призвали славить Бога, нас призвали возвещать, как Бог прекрасен, свидетельствовать об этом, делиться этим знанием. Ну, во-первых, сначала все-таки обретать это доверие и любовь к Богу и делиться этим знанием о том, что совершенен Бог, призвавший нас из тьмы в чудный свой свет. Потому что на самом деле вовсе не поучениями и не обличениями свидетельствует церковь о Христе, а наоборот тому радостью и следованием за Христом. А вот дальше начинается совсем другой разговор, совсем другая часть послания, и апостол пытается конкретизировать свою мысль о том, что вот в этом враждебном мире определенном, этот мир не станет совершенным завтра. Вот он такой, какой он есть. Мы живем в нем. И мы призваны возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы призваны быть святы во всех своих поступках. Ну и как и другие апостолы, подобно тому, как это делает в некоторых местах Павел, Петр здесь переходит к конкретностям. Что это означает? Возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы. И вот он предлагает несколько вариантов, несколько тем, так сказать, направлений мыслей и поступков, которые тоже очень важны и не всегда для нас очевидны, и тоже вызывают некоторые разномыслия. В частности, вот смотрите, ключевая мысль апостола в 11-12 стихе предлагается. Его идея заключается в том, что мы живем среди очень несовершенного мира, среди людей не то чтобы прямо особо добродетельных, и даже совсем нет. Но наша задача, говорит апостол, в этом мире среди этих язычников удалиться похотей и проводить добродетельную жизнь между язычниками. Вот смотрите, во-первых, стоит обратить внимание на то, что Петр, ему в страшном стене могла бы присниться идея все бросить, плохих этих грешных язычников, которые там смотрят телевизор или читают книги, и уйти в леса. Нет, говорит он, эту добродетельную жизнь надо проводить между язычниками. Какой смысл, что ты будешь в лесу проводить, или в пустыне для себя, мы призваны возвещать совершенство, призвавшего нас в свет, а вовсе не о себе заботиться. Да, ну и вот, собственно, видите, он говорит, проводите добродетельную жизнь среди язычников, среди язычников, чтобы они, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения, чтобы когда они сами, эти язычники, столкнутся с реальностью, у каждого это происходит в своей форме и в свое время, но тем не менее, видя, как вы живете, они могли бы опознать милость и правду Божью и действительно прославить Бога в день посещения. Это чрезвычайно важная и поразительная идея. Вот Петр говорит, да, они язычники, да, они грешники, да, они там в похотях своих по уши, и еще и гонят, мучают и так далее, значит, вот христиан. Да, это все так, но надо среди них проводить добродетельную жизнь, чтобы они, когда поймут, что к чему, когда встретятся с реальностью, прославили Бога. Дальше, в следующем абзаце, апостол говорит о том, что на самом деле гонения в тот момент, в ту историческую эпоху не были общенародными гонениями, когда там весь социум ополчается против людей определенных взглядов, например, против христиан. Нет, в это время гонения были проводимы, собственно, государственной властью. Ну, по той простой причине, что христиане в тогдашней правовой ситуации, как неудивительно нам сейчас говорить, считались атеистами и преследовали нас за то, что мы атеисты, что, вообще говоря, правда, потому что ни земных, ни небесных, ни подземных богов мы не чтим, а только Господа Иисуса Христа, Его Отца и Духа. Так вот, именно римские власти считали, что такое атеизм и отказ почитания государственных всяких религий, ну, там, в Риме, в принципе, была государственной религией, плюс еще к тому культ гения императора. И, понятное дело, вот эту вот всю дьявольскую помпезность вокруг империи и ее мощи. Да, христиане решительно отвергали. Одним словом, государственные власти Римской империи считали это проявлением нелояльности, и, скорее всего, так оно и было. Ну, и поэтому выступали в качестве инициаторов преследований. Да, плюс к тому еще надо заметить, что время написания послания время, ну, как бы это так помягче сказать, когда во всей истории Римской империи императорами, цезарями становятся, пожалуй, самые противные люди за всю историю существования. Публика вроде Каллигулы, Нерона, ну, как бы ничего симпатичного в них нет вообще. Да, ну, богом судья. Но важно, что в это время действительно империя – это структура, которая думает только о грабеже и почете. О грабеже и почете больше ни о чем, ни о том, чтобы кому-нибудь какую-нибудь пользу приносить. И вот, тем не менее, Петр говорит, будьте покорны человеческому начальству для Господа. Ну, и сами понимаете, что эти слова – знамени, пререкаемые, камень соблазна, в самые разные времена. Потому что как же, что реально думают апостолы об этом? Одни цепляются за них и говорят, будьте покорны всякому человеческому начальству. И в результате это кончается тем, что церковь думает, что она Христова церковь, и при этом, скажем, терпит крепостное право веками. На самом деле, или одно, или другое. Или мы христиане, или мы считаем крепостное право позволительной вещью. А потом удивляемся, почему у нас все разваливается. Вот, там написано, будьте покорны всякому человеческому начальству. Вроде можно взять эту фразу и успокоиться. А другие говорят, подождите, там же написано ради Господа, для Господа. Петр вовсе не говорит, что какое из какого-то леса выбежавшее начальство из подворотни, оно непременно нужно быть ему покорным, потому что оно начальство. Нет, это не китайская теория божественного мандата. Он говорит, для Господа. Это вопрос, таким образом, наших отношений с Богом. Не потому, что это начальство какое-то само по себе богоравное и прекрасное. И дальше апостол говорит, вот, царю в верховной власти, правителям, от него посылаемым для наказания преступников, для поощрения делающих добро. И вот вся эта фраза как раз ключевая для того, чтобы понимать, как апостолы относятся к современной им римской государственной власти. Ну, видимо, и к любой другой тоже. Это можно было бы назвать функциональным отношением к государству как таковому, к государственной власти. Для наказания преступников, для поощрения делающих добро. Власть, с точки зрения апостола Петра, в данном тексте существует, существует, и терпится Богом, а иногда и благословляется Богом, потому что она позволяет поддерживать некоторый порядок, порядок, больше или меньше, и другой вопрос. Но все-таки какой-то порядок в человеческом обществе. Ограничивать насилие, ограничивать вот эту такую дикарскую войну всех против всех, устанавливать какие-то правила жизни. И поэтому апостол говорит, что да, эти власти, которые нас гонят, гонят, они враждебны христианам, но у них есть в этом мире определенная задача минимизировать преступления и, наоборот, поощрять добро, поощрять благие поступки людей. И вот поэтому для Бога, потому что это Божья задача, уменьшить преступления и поощрить добро. Вот мы будем этим самым властям покорны. Такова воля Божья, говорит апостол, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных. Таким образом, это связано с предыдущим абзацем, где он говорит о том, что мы призваны вести добродетельную жизнь между язычниками, чтобы тем самым заграждать уста невежества безумных. И далее он говорит о свободе. Но вы же, говорит, Петр, свободны, вот поступайте так, слушайте эти власти не ради того, что они прекрасные или мудрые, или какие-нибудь еще, или даже к вам расположены, а ради вот этого поощрения добра и наказания преступников. Потому что вы свободны и употребляете свободу как рабы Божьи. Как рабы Божьи. А что же это значит, употреблять свободу как рабы Божьи? Мы хорошо можем представить себе, как употребить свободу не как рабы Божьи. Ничего не слушать, никого не слушать. Пару дней назад в магазине я видел некоего человека, у которого была маска, вот эта самая противоинфекционная, только она была у него вот здесь под подбородком, а не на носу и рту, как надо бы. Ну и ему кто-то другой сделал замечание, кассир, кажется, попросил одеть маску как надо. И вот этот человек довольно громко, чрезвычайно возбужденно и плохими словами орал, что по закону маска должна быть на лице, вот она у меня на лице. а она мне мешает одевать ее как следует. Не хочу и не буду. Ну вот наши современники чаще всего представляют свободу именно так. Я свободен плевать на всех, кроме себя. Правда ли это свобода? или это что? Как это называется? Для прикрытия зла. Так ли мы употребляем свободу? Понимаете, вот апостол Петр говорит о том, что ваша свобода должна быть употребляема не для прикрытия зла, а для того, чтобы вести добродетельную жизнь, любить друг друга всеми силами, для того, чтобы явить вот это внимание к окружающим. Поэтому он не говорит вовсе не только царя чтите, он говорит, всех почитайте, всех. Братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Таким образом, он говорит, что наша свобода, свобода тех людей, которые действительно являются рабами божьими, принадлежат Богу, это свобода учитывать существование рядом с нами людей, других людей, не только о себе самих думать. Ну и потом еще тоже не будем забывать, что в том иерархическом обществе, в котором Петр пишет, чем выше хозяин, тем выше социальное положение раба. И поэтому рабы божьи это в каком-то смысле утверждение о том, что эти люди на самом деле кроме Бога никому не подвластны. И поэтому, если они слушаются, в том числе государственную власть, они это делают по собственной свободе ради Бога. А не по обязанности и принуждению. И в общем нечто подобное дальше апостол говорит о слугах и господах. И здесь имеется в виду все-таки в первую очередь рабы и рабовладельцы, если называть вещи своими именами. И здесь апостол говорит о том, что точно так же потому, потому что вы в Боге свободны, вот поэтому добровольно повинуйтесь своим господам, не важно, какие они, не важно, добрым и кротким или суровым. Но апостол говорит о том, что когда человек, думая о Боге, переносит скорби и страдает несправедливо, в этом есть какое-то приближение человека к Богу. Он выражается это угодно Богу, и это очень, я бы сказал, двусмысленное выражение, может быть, и не идеальное. Но дальше он разъясняет, что он имеет в виду. Апостол говорит о том, что вот Христос был, страдал несправедливо, переносил скорби. И он действительно тот, кто угоден Богу, он действительно тот, кто дает нам встречу с Отцом Небесным. Поэтому, говорит Петр, и вы, когда вы страдаете, важно, что вы страдаете, особенно, если это несправедливо, и Христос рядом с вами в этом. Как апостол Павел в одном месте пишет, я восполняю в моей плоти недостаток страстей Христовых. Вот нечто подобное имеет в виду Петр. Он говорит, важно, чтобы вы действительно страдали безвинно. Если вы терпите, когда вас бьют за проступки, что в этом хорошего, что в этом полезного, какая похвала, потому что за проступки, ну да, полагается некоторая расплата. А если делая добро страдаете, значит, это вы Христе. Вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам его. Вот этот крестный путь Христов для апостола чрезвычайно важен. Он говорит, Иисус, будучи злословием, не злословил взаимно, страдая, не угрожал. И вот эти грехи людей вознес телом своим на древо, чтобы мы жили для правды, ранами его вы исцелились. И здесь он, собственно, цитирует пророчество Исаии о гибели Мессии. для нас очень важно повторяю увидеть этот призыв апостола жить по правде, жить добродетельно и свободу свою использовать для того, чтобы действительно всех почитать, для того, чтобы слушаться тех, кто по случайным обстоятельствам истории, по случайным обстоятельствам этого мира оказался в начальниках. Не ради этих начальников, а ради добра Божьего, ради правды Христовой. И вот апостол снова и снова будет еще раз подчеркивать, что главное, чтобы не задело, чтобы не было повода наказывать вас настоящего, подлинного, чтобы вы не делали ничего плохого. Субтитры